Как оказалось, что я в Москве, а Женя в Санкт-Петербурге, мы не очень любим выступать на одних и тех же мероприятиях, и давно уже не было совместного шоу. Я думаю, что в первую очередь, скорее всего, это вопрос о Илье Вербуху, но когда открывалась Дворцовая площадь, я уже выступал здесь, поэтому в данный момент меня перенесли в Москву. И настолько состав постоянно менялся, что я уже заботился на самом деле, где я выступаю. Но Красный Площадь тоже неплохо. И при сериале еще спросили, подробности сериала? Да, сериал, играю такого провинциального человечка, который приехал в столицу покорять ее. Опять-таки же, конечно же, играю фигуриста. И в сериале задействованы, в принципе, хорошие актеры очень, потому что лес на мне, потому что мы от них очень много, мы чему учимся. Это и Аня Большого, и Екатерина Гусева, и Гришечкин, и Невзоров. Так что, мне кажется, что сериал получится такой довольно-таки интересный, хотя готовый продукт я еще не видел, и выходит уже января. Спасибо. Спасибо. На следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей. Во-первых, хочется пожелать вам здоровья, чтобы вас больше не уносили с Альдом, ну правда. И в 2005 году вы участвовали в «Лютовой поле бесконечность» Михаила Крылова, Ана Соловьевой. Расскажите о своих впечатлениях об этом проекте. Ну, это проект был очень давно уже, для меня все то, что связано с Альдом, интересно, потому что любое мероприятие, оно проводится в разных направлениях. И, например, ледниковый период, опять-таки же, все-таки это в первую очередь фигурное катание, но приходится кататься с кем-то, парное катание, это новое для меня. В «Лютовой поле бесконечность» я был огнем. Вот было интересно, как же так сделать, чтобы выглядеть огнем. Так что... У вас получилось, по-моему. Спасибо большое. Но это мероприятие было очень давно, к сожалению, продолжения не было, но хотелось бы. Спасибо. Следующий вопрос. Алексей, здравствуйте. Я хотела бы спросить, вот на ваш взгляд, что труднее, работать на льду или писать книгу? Я же не сам сидел вечерами и кричал текст. Текст надиктовывался канадской журналистке. Она уже потом как-то писала, наговаривала текст. Каждый вечер, вот я помню, участвую в длинном туре чемпиона на льду, который длился после лепейских игр в Чупи до августа месяца. На протяжении полугода я сидел часами, надиктовывал текст. Затем уже присылались какие-то готовые главы, я перечитывал, исправлял, также отсылал своей маме, потому что очень многие мероприятия, которые происходили в моей жизни, в молодости, они просто стерты, потому что на самом деле каждый день что-то происходит. Я реально не помнил, в каком году я начал что-то делать, в каком году мы куда-то переехали и так далее. Так что мама, в принципе, помогала. Алексей, еще тогда сразу дополнение к вопросу, уважаемые наши гости. А скажите, пожалуйста, отличается ли версия книги на японском языке от той книги, которую вы представляете сегодня? Есть ли отличия? Да, есть, во-первых, конечно же, действия японской книги заканчиваются в 2003 году. Конечно же, были написаны главы о том, что происходило в моей жизни на протяжении этих последних четырех лет. Также были убраны главы о коммунальных квартирах и так далее, потому что большинство россиян знает, что такое коммунальная квартира и знает, как в ней живется. Поэтому такие вещи были убраны. Но также были проведены дополнительные фотосессии и в русской версии гораздо больше фотографий. Алексей, можно у вас как специалиста спросить, раз вы так дружите с японцами? Вот это сейчас я брал в женском и ночном катании. Я с ними не дружу, это они со мной дружат. Ну, хорошо, они с вами дружат. Мне интересно, как специалисты, ваш прогноз, надолго ли японская вот эта вот диктатура будет в женском и ночном катании? Я думаю, что вообще Азия скоро будет диктовать все и везде. Просто Федерация фигурного катания России сделала все, чтобы ничего не было. Мы сейчас, я, например, не вижу ни одного человека, который мог бы достойно выступать на международных турнирах, за исключением танцев на льду. Федерация фигурного катания во главе с Валентином Николаевичем Песеевым, который непонятно, что там делает так долго, не помогала. Я понимаю, что были такие фигуристы, как я, Женя, Ира Слуцкая и так далее. Просто они использовали нас, они доили нас. Им было хорошо, потому что мы постоянно выигрывали. Но я понимаю, что помощи не было нам, потому что живой пример, когда мне прислали ботинки, которые были на полтора размера больше, и танцевальные лезвия для танцоров. Вот это была помощь от Федерации фигурного катания. Это, я спокойно к этому отношусь, никогда об этом не говорил, но мне было видно то, что те школы, например, в городе Пеми или Екатеринбург и так далее, они поставляли очень сильных фигуристов. И вот Федерация не то, что не помогала, но она даже не поддерживала. И эти школы многочисленные, они просто развалились, они перестали существовать. Если мы вспомним, откуда Максим Маринин, откуда Татьянин, откуда Женя Плюченко. А теперь школ нет ни в Волгограде, нигде. И вот это, я считаю, основной ошибкой нашей Федерации. Алексей, вы ведь остались же сильные тренеры. Почему вот последних чемпионатах?